Продолжает свою работу Конституционная комиссия по формированию предложения о внесении изменений в основной закон страны и реализации организационных мер. Она осуществляет свою деятельность на основе идеи общества-инициатор реформ, опираясь на принципы открытости и прозрачности. Формирует свою деятельность в соответствии с предложениями и мнениями граждан. Наш корреспондент ознакомился с проводимой работой. Как известно, в рамках проводимой работы по внесению изменений в Конституцию Республики Узбекистан при Конституционной комиссии была создана группа по работе с предложениями. Именно сюда поступает весь поток инициатив, рекомендаций, рецензий и обсуждений. На месте они рассматриваются и классифицируются. Сегодня наша деятельность заключается в том, чтобы работать с предложениями, поступающими от народа, учёных, экспертов, трудовых обществ. Как вы уже знаете, у нас создана отдельная небольшая группа по работе с предложениями. Они группируют все предложения, которые поступают с махалинских кенгашей, телеграм-ботов, сайтов и выбирают те, которые имеют отношение к Конституции. Затем представляют их нам. В ходе проведения съёмочных мероприятий мы убедились в том, что мнения и личные точки зрения людей публикуются в издательствах. Процесс очень оживлённый. В это время команда пресс-службы Конституционной комиссии обобщает обращения через все ресурсы и направляет их на рассмотрение рабочей группы по работе с предложениями. Информация поступает на узбекском, каракалпакском, русском, английском языках. Заметим, что Конституции многих стран написаны простым и понятным языком. По объёму самая большая Конституция в Индии, куда внесено более 500 изменений и дополнений. Самая маленькая в этом плане Конституция США, куда не вносятся никакие изменения, а лишь дополнения в качестве приложения. В компьютерах имеется информация о Конституциях множества стран. Здесь мы изучаем и анализируем Конституции, принятые за последние пять лет. Кроме того, как вы уже знаете, Узбекистан стал членом множества международных конвенций. Наша группа анализирует то, какие документы мы могли бы внедрить из этих международных документов. Напомним, 10 июня состоится очередное заседание Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан и реализации организационных мер. На заседании будет обсуждена работа, выполненная в течение недели Конституционной комиссии и предложения, поступившие от граждан.